Сестры, вот, честно говоря, за язык никто, конечно, не тянет. И сколько людей, столько и мнений. У каждого, конечно, свои какие-то могут быть предпочтения, авторитеты свои, приоритеты свои и так далее. Ну, очень хочется сказать несколько слов и вот про Устазу нашу, Малик, и про этот курс, так как я про него, так сказать, не понаслышке знаю, его закончила, альхамдуллах, и знаю Устазу уже далеко не первый год. Просто хочется вот сказать несколько слов, да, исходя из того, что вот здесь вот какие-то вот обсуждения тут насчет, ну, насчет графика, может быть, не всех устраивает, что пока что еще нету расписания там, или еще какие-то, может быть, есть у кого-то, ну, моменты, так сказать, недовольства, да, которые, может быть, сестры и не показывают, но где-то чувствуется, да, какое-то вот что-то такое напряжение какое-то присутствует. Я знаю, что здесь многие, например, которые записались на этот курс, я знаю, что многие сто процентов сомневались, приходить, не приходить. Некоторые даже, может быть, и до сих пор еще сомневаются, и еще, может быть, думают, вот я посмотрю там на первом семестре еще что-как будет, а потом, может, я и это свинчу отсюда. Вот. Не сомневаюсь, что такие мысли есть. У некоторых, возможно, и нету, кто вот осознанно, да, целенаправленно пришел. Я как ненормальная после того, как я закончила этот курс, я как ненормальная призывала туда буквально всех, то есть всех своих учениц, у которых я наблюдала хотя бы какой-то стремление, почему, какие-то таджвиты, хотя бы какие-то проблески любви к этой науке, я всех их направляю сюда. Вот. Почему? Потому что изначально, когда я сам первый раз еще попала на курс в стадию маленькой, это был какой-то бесплатный курс. А, это был теоретический таджвит по книге Хелия Тетеляуа. Тогда был бесплатный набор обучения по записям. А я тогда уже изучала таджвит на тот момент в другом месте и достаточно глубоко, как мне казалось. И я такая подумала, ну что, не помешает. Там я где-то что-то слышала про устазу Малик. Вроде там были сестры знакомые, которые говорили, ну, как приписывали себя к ее ученицам. И по их чтению я слышала, что чтение очень хорошее. То есть сестры, которые прямо у Маши Ла очень красиво читали, говорили, что вот моя основная устаза – это у Малик. Когда я зашла на первый урок, ну, как зашла, то есть это был курс по записи. Приготовила там тетрадку, ручку, думаю, сейчас конспектировать буду. А на первом уроке устаза говорит про книгу, устаза рассказывает структуру книги, там все такое. И начинает читать там какое-то вступление было. Я такая сижу-сижу и вроде как не нашла, что мне записать. Думаю, ну, таджвид еще не начался. Я такая думаю, ну, ладно. Наверное, на следующем уроке там уже начнется что-то основное. Первый урок такой типа вводный. Думаю, ладно. На втором уроке, открываю второй урок, вторую запись. Вот. И, значит, там начинается, что такое Кур'ан, то есть определение Кур'ана, да. Начинаются вот какие-то вещи про неспослание, что такое Аллахи, откровение, как оно было неспосылалось, да. То есть какие-то хадисы начну приводить. А я сижу с ручкой и жду, ну, сейчас же начнется таджвид. А он не начинается. Я думаю, так, стоп, что-то тут не то. Потом третий урок. Я смотрю, уже там у Стаза какие-то вопросы тоже наводящие сестрам задают к предыдущим темам. И они там чего-то отвечают и про эти хадисы. Я такая, а, так это и есть книга, так это мне и надо записывать, да. Я такая, так, вернуться. В общем, вернулась на самое начало этих лекций. И начала, значит, конспектировать все подряд. До самого таджвида дошли аж во втором семестре. Потом там были такие уроки, на которых у Стаза сама задавала, ну, как бы не сама, а там задания были. В общем, сестры должны были составлять вопросы по темам. И потом они как бы этими вопросами обменивались. И на одном из уроков, там выделялся для этого отдельный урок, сестры, целый урок, они вот отвечали на эти вопросы, да. То есть на вопросы друг дружке. И, естественно, когда ты слышишь какой-то вопрос, ты пытаешься на него тоже сам ответить про себя, да. Хотя там, понятно, уже все записано давно, у тебя никто не спрашивает. Но, тем не менее, как-то хочется для себя. А ты как бы ответил на этот вопрос, да. Я понимаю, что не на все вопросы-то отвечается. Потому что, ну, это вроде мы все знаем, но знаем мы это как? Мы это когда-то слышали. А вот так, чтобы сами воспроизвести, например, не знаем, да, или не можем. Многое из той информации, которая поступала вот на протяжении первого семестра, она была реально для меня новая. Вот реально новая. Потому что таджи-таджи-таджи-таджи, но вот это мне никто не говорил никогда. И когда я после первого уже семестра, когда мы с сестрами уже в нашей группе, да, которые вот задавали по записям, когда мы готовились к первому экзамену, у нас было подготовки, и когда мы вот так вот встречались и уже между собой обсуждали, задавали друг другу вопросы, обеды по материалам, я поняла, насколько у меня, там, ну, хотя там, что там, да, первый семестр всего лишь был, но насколько у меня повысилось качество знания о Куране. То есть ещё даже не заходя в Куран, мы его ещё не открыли. Ещё не было ни стихта Хабтелява, не было ещё даже разговора про Истяву, басмагу, ещё ни про что. Но знания о самом Куране, насколько у меня уже были, намного их стало больше, чем было изначально. Я поняла, что с этого курса я выхожу реально со знанием. Очень большая доля курсов, которые существуют на сегодняшний день, среди, вот, в русскоязычном доступе, ты можешь записаться на какой-то курс и выйти с ним ровно с тем же, с чем и зашёл. То есть какого-то ощутимого, вот, скачка у тебя, например, не будет, да, то есть очень много таких курсов, к сожалению. Ну, хотя есть и другие. Тут ничего не могу сказать, зависит тоже и от учителя, и от школы, и от курса, и от много чего зависит, да, от книги. И я поняла, что я нашла своего учителя. Вроде кажется, сначала как-то что-то медленно, как-то что-то вот всё до сути никак не дойдём. Нам же хочется сразу же, голубым по Европам, да, сразу в суть. А устаза как-то так вот размеренно, так постепенно, она так вот подводит, подводит, и потом как-то хлоп, и вроде как уже на тебя знания нанизывает. За счёт того, что она даёт и домашние задания, там, и какие-то опросы, да, и какие-то, то есть и практику. То есть, правило, у стаза прямо вот нацеливается на то, чтобы тебе это знание передать. То есть не просто так идти, рассказать и уйти, а ты там хочешь взял, не хочешь, не взял. А вот вся работа и полностью весь вот учебный процесс, он как бы нацелен и настроен на то, чтобы ученица хочет этого даже или не хочет, чтобы она даже через «не хочу» всё равно ушла со знаниями. После этого, конечно, был не один курс. Альхамдулиля. Вот, и арабский начался, да, со стаза. И когда я узнала про курс для преподавателей, я узнала про него не в самом начале, а когда уже у них начался первый семестр. У нас был, опять же, на курсе вот этом вот теоретическом, да, Фелия Татилява, у нас возник какой-то вопрос, у меня конкретно, одна из учениц очень грамотно мне этот вопрос ответила какими-то вот доказательствами. И я говорю, сестра, а откуда ты это всё взяла? Вот откуда у тебя такие познания? Она говорит, ну вот так, вот так, мы с устазой умали на курсы для преподавателей Корана, вот это проходим. И я поняла, что мне надо срочно туда, то есть я когда пришла, у меня была цель попасть к любой ценой. Вот, ну, альхамдулиля, Аллах так всё обустроил, да, наилучшим образом, что мне не пришлось там никого уговаривать, альхамдулиля, с устаза меня взяла. И, альхамдулиля, мы закончили вот этот вот первый поток, да, мы были как первыми ученицами на этом курсе. И я могу сказать уже по завершении вот этого курса, что одно дело — это то, что у стаза, да, сама вот у неё подход такой, вроде бы потихонечку, вроде бы так, это самое постепенно, вроде понемножку, но она на тебя прям вот реально нанизывает знания. То есть ты хочешь, не хочешь, и у тебя уровень повышается. Если ты хотя бы немножечко вот участвуешь, если ты хотя бы чуть-чуть проявляешь какую-то отдачу, да, хотя бы небольшую заинтересованность, то у тебя по-любому вот будет вот этот вот подъём однозначно. Ещё и плюс, и сам курс. Он, ну, таким образом разработан, и сам учебник такой, субханаллах. Я больше не встречала просто ни таких учебников, ни вот такого подхода, ни такого углубления, да. Мы реально были такие моменты, вот сёстры, наверное, не дадут соврать. Когда у нас у всех, просто у всех группы, у нас была челюсть около колен, глаза там из орбит, и мы смотрели, как вообще, вот действительно, как маленькие дети. Хотя мы на тот момент, мы все уже преподавали. На тот момент уже там и многими из нас были позакончены базовые книги, подожгли уже там, уже свои группы. Кто-то уже ещё несколько лет преподавал, да, там люди, сёстры с разным уровнем были. Мы слышали такую информацию, которую мы никогда в жизни нигде не слышали. И мы заходили в такие темы, где ни в одном курсе не рассуждали об этом. То есть я не видела и не встречала в русскоязычной среде, чтобы вот так вот были построены уроки. Потому что устаза не просто даёт, например, читает по книге, переводит, и что-то там объясняет. Или наоборот, как некоторые делают, там закрывает все книжки, да, и говорит, сейчас я вам буду давать то, что я знаю. И пошла там. Откуда она, из какой книги, от чего даёт, непонятно. Идёт вроде по книге, но в то же время, если возникает какой-то вопрос, или какой-то спорный момент, или где-то другое мнение, это всё поднимается, всё сравнивается, ищется какие-то доказательства, да, ищется сравнение со старыми книгами, а что же там написано. Были даже такие вопросы, когда устаза, чтобы, так сказать, успокоить наши сердца, переспрашивала какие-то моменты у шейхи, у своей, да, то есть непосредственно мы разбирали ответ шейхи потом, да, на какой-то вопрос. Вопрос, который невозможно было вот так вот сразу прямо взять и однозначно ответить. Субханула, это был настолько интересный курс, и мы, наверное, как пиявки просто вцепились в эту устазу. Вот, но я думаю, что сёстры не дадут соврать, вот которые здесь, и, может быть, они услышат на этом моём повествовании, так сказать, сёстры, которые тоже пришли на повтор с моего потока. Мы просто не хотели отпускать устазу. Во-первых, мы настолько были поражены этой книгой, этим курсом, что мы захотели ещё. Зная устазу, понимаешь, что на каждом курсе будет ещё что-то. Настолько вот разразился аппетит после этого курса, что мы просто все пришли за добавкой. А сёстры, у кого-то заснули там какие-то ещё сомнения, правильно ли вы сделали, что пришли на этот курс, то, я же говорю, ещё раз повторюсь, сколько людей, столько и мнений, у каждого впечатления разные, у каждого есть какие-то свои приоритеты или какие-то свои идеалы. Но если взять вот меня, например, как человека, буквально влюблённого в таджвид и жадного к таджвиду, то я могу сказать, что я нигде больше не встречала. И настолько человек мягкий, субханаллах, вот устаза в Малине, никогда, вот сколько уже лет я у неё учусь, ни разу, ни на уроках, ни в каких-то личных беседах, как бы обстоятельства ни складывалось, бывало так, что на урок вообще никто не заходил. Я бы уже там устроила, например, разнос в группе, сказала бы, начала бы ругать сестёр, вы чего? Почему никого на уроке нет? Никогда я не слышала от устаза, чтобы она там, где-то на кого-то голос повысила или какую-то грубость сказала кому-то. Настолько человек мягкий, настолько человек открытый, настолько человек снисходительный, субханаллах, но в то же время нет такого, что как бы вот дала и ушла, да? Нет, она вот этой вот мягкостью, снисходительностью, но в то же время настойчивостью, вот у неё как-то вот сочетаются и с одной стороны вот эта мягкость, и с другой стороны сила. То есть она вроде бы тебе так и не наседает вроде бы на тебя, вроде бы у тебя так есть во всём выбор, вроде бы даже и не заставляет тебя ничего делать, но в то же время вот какая-то вот сила такая есть, из-за которой ты хочешь, не хочешь, ты это делаешь. Да? То есть она побуждает тебя, она тебя убеждает, что тебе это нужно, что ты это должен взять. И, сёстры, если вы не сгадитесь, потому что, понятное дело, жизненные обстоятельства бывают разные, и всякое случается. Иногда приходится где-то выбирать между чем-то и чем-то, приходится иногда чем-то жертвовать, и, ну, ситуации всякие бывают. Если вы вот действительно примете решение идти до конца, во что бы то ни стало, вы однозначно не пожалеете, это точно, потому что реально оно обучение забудете никогда, иншалу. Ну, я такого не видела, просто мне не попадалось ни разу, ни на русскоязычном, ни на арабоязычном пространстве, нигде. Обычно, если даже там очень главный человек чему-то учит, он обычно обучает только тому, что вот как бы он считает правильным, и всё. Ну, мало где такое есть, что разбираются какие-то мнения, что разбираются какие-то другие способы объяснения, другие какие-то вариации, теоретические какие-то расхождения. Мало где это вообще затрагивается, а это настолько расширяет твой горизонт, что для учителя это очень важно, я считаю. Если вы вот вкусите вот этот, ощутите вкус вот этот, который я ощутила в своё время от уроков у Стаза Умари, я думаю, что вам вообще без разницы будет, во сколько урок, в какой день. Вы как бы максимально сделаете всё, чтобы либо на него попасть, либо хотя бы послушать записи. Это был такой душевный, можно сказать, позыв, вот этого всё вам сказать. Если кому-то будет полезно, то, альхамдулиля, пусть Аллах меня простит, если я тут чего-то лишнего наговорила. Вот, ну, иншаллах. Надеюсь, что, может быть, кому-то это будет как дополнительным каким-то, ну, стимулом, может быть, да, ещё чем-то. Иншаллах. Саляму аликум.